Индикатор для бинарных опционов PPA. Он основан на всем известной и проверенной временем стратегии «Три экрана» Александра Элдера. Благодаря данному индикатору шансы на положительный исход сделок у трейдеров возрастают в разы, так как в него заложен принцип выявления краткосрочных импульсов. Использовать его лучше на таймфрейме H1 и ниже на рынке Forex и M5 на рынке опционов. Скачать индикатор PPA для ознакомления и тестирования можно с нашего сайта по ссылке в описании к этому видео. Устанавливается он в терминал MetaTrader 4 стандартно, а кто еще не знает, как это делать, может прочитать на сайте статью или посмотреть обучающее видео на нашем канале. Все ссылки ищите в описании. Индикатор PPA основан на идее, разработанной трейдером Александром Элдером, и ее суть гласит – малые временные диапазоны зависят от крупных временных диапазонов. При работе по тренду мы всегда следим за крупным таймфреймом, а потом смотрим на малый таймфрейм и принимаем решение. Эта теория следует простой логике – цены двигают крупные игроки, работающие по тренду. Именно они и создают короткие импульсные движения, а индикатор PPA помогает нам такие движения отследить. После долгих исследований было определено, что максимальная вероятность импульса возникает, когда цена идет в одну сторону на всех таймфреймах. Настраиваемые параметры находятся на вкладке «Входные параметры». Вы можете настроить все по своему вкусу, а именно цвета, толщина линий и нужные вам таймфреймы. Советуем не включать месячный, недельный и дневной, так как в торговле бинарными опционами они могут внести ненужный хаос. Правила торговли с помощью индикатора PPA. Не забывайте, что время экспирации для торговли по этому индикатору лучше выбирать 5 минут. При покупке опциона Call нужно, чтобы все свечи в подвале графика стали зелеными. Также можно использовать более агрессивные входы, когда на таймфрейме M1 происходит откат и появляется красная свеча. Опцион Put покупают, когда все свечи в подвале графика становятся красными. И в этой ситуации можно делать агрессивные входы, если есть откат на M1 и появляется зеленая свеча. Данный вид торговли можно отнести к скальпингу, так как мы используем таймфрейм M1. Соответственно, в течение дня может быть совершенно большое количество сделок, из которых немалая часть могут оказаться убыточными. Поэтому не забывайте элементарные правила риск менеджмента. А именно, рискуйте не более чем 3% от капитала в каждой сделке. Подробнее о риск и мани менеджменте вы можете узнать на нашем сайте, по ссылкам в описании к этому видео. Заключение. Данная стратегия имеет максимально простые правила торговли, поэтому может быть применена не только опытными трейдерами, но и новичками. Также вы можете ознакомиться с оригинальной стратегией Александра Элдера у нас на сайте, чтобы повысить свои торговые навыки. Спасибо вам за внимание. Удачной торговли!